Да, я как раз хотел перейти к польскому скандалу, ну слушай, ну оно же с другой стороны, вот много людей, ну целый ряд людей есть внутри страны, которые говорят, ну так вот смотрите же результат получился, какой, получилось, значит, ну да, ВТО как бы подали, значит, документы, Еврокомиссию получили в поддержку. Да какой результат? И смотрите, и додавили, и теперь как бы все получилось, как мы хотели, значит мы так и должны были делать. Получилось, как в том анекдоте, что и гевна поел, и, значит, и гомосексуализмом занялись, ну помнишь про это, и гроши заплатила в кенте, как бы там, да, вот-вот-вот-вот-вот все в таком ключе. Просто оценили крайне негативную реакцию международного сообщества, да и собственных медиа, и быстро отработали назад, как мне кажется, и граждан, да. Дело в том, что, ну понимаете, государственные интересы поставят зависимость от интересов нескольких трейдеров, да, и своего собственного мелкого самолюбия, это не есть государственная политика. Это политика, которая грозит ограниченно с угрозой с действиями, направленной на подрыв национальной безопасности Украины. Как это должно квалифицироваться вообще? Иначе я, как гражданин, квалифицирую это так, и пока не вижу аргументов, которые бы заставили меня сменить оценку. Извините, другой оценки у меня для этого нет. И можно сколько угодно пенять на поляков, что у них свои интересы, что то-сё, пятое-десятое, как у нас многие бросились защищать там, да, поляки сами рыться пушку. Но давайте вообразим гипотетическую ситуацию. Мы кристально чистые в этой ситуации, а поляки сделали всё очень плохо. А значит ли это, что надо и тогда выносить этот публичный скандал, а не решать кулуарно, как взрослые люди, учитывая тотальную зависимость Польши от Украины и Украины от Польши? Сомместно. Нельзя ли бы ради государственных интересов исторически оказаться выше этого всего и решить кулуарно? Смотрите, когда достигло определённого пика, решили кулуарно моментально. Встретились, договорились и так далее. Отозвали иски. И напоминаю, что в этом скандале не только Польша, Румыния, Венгрия, Словакия, где тоже выборы идут. И где успешно движутся пророссийские кандидаты, ему подкинули аргументы во время выборов. И со словаками тоже быстренько договорились. Оказывается, можно было. Так зачем было наносить публичную плоскость, если это прямо вредит многосторонним интересам? Страны Восточной Европы, наши ближайшие соседи. Весь этот конфликт показал, что только на ближайших соседей, с которыми общие интересы, им можно полагаться всерьёз. Так мало того, что мы не развиваем отношения с ними как следует. Мы ещё и сурёмся по максимуму, ещё вынося это в публичную плоскость. Увеличивая сторонников, скептически настроенных по отношению к Украине, её способности к самоуправлению на том же Западе, где борьба идёт за каждый голос. За каждый голос. В той же республиканской партии, например, США, в том же Конгрессе, в том же Зенате и так далее. Кому это было нужно? Кто это делал?